Всем привет! Уже начало декабря. Я давно не снимала видео, честно говоря, особо настроения не было. Но хочу вам показать, чем я сейчас занимаюсь и как веду подготовку к следующему сезону. Я в этом году для себя решила, что не буду выращивать домашний огород, ни томаты, ни огурцы, потому что для меня это не имеет смысла. Чтобы нормально поесть, мне нужно вырастить около 10 кустов томатов. Как правило, они очень низкорослые. И черри. И, наверное, кустов 5 огурцов. У меня такой возможности нет, поэтому я решила с этим больше и не играться. Но посеяла я цветы. Цветы я села в середине ноября в плошке. Плошки сейчас эти находятся в теплице и накрыты двойным слоем укрытого материала. Это так своего рода сертификация. И уже в начале февраля я буду заносить на проращивание. Эти цветы я покупала у частника. Это домашние семена. В прошлом году я их покупала. Высевала часть цветов, которые мне нужны были для цветника. Каменный цветок. А это уже шли в комплекте. Думаю, чтобы уж не пропали, всхожесть не потеряли, посею в этом году. Итак, посела физиостегию белую. Красивый, конечно, цветок. Посмотрим, как у меня он взойдет. Я надеюсь, что всхожесть хотя бы будет на процентов 50. Колокольчик персиколистный. Здесь смесь. Все семена, которые я высевала от этого частника в прошлом году, все взошло и все у меня выросло. Я вам показывала. Это и колокольчик, и разные цветы были. Вы все видели. Это дельфиниум однолетний гиацинт. Очень красивый. В прошлом году так его хотела посеять, но не было возможности. Тоже здесь будет смесь. Гайлардия низкорослая. Также смесь. Семена у этих растений практически у всех очень мелкие. И прямая мелкозубчатая смесь. Есть и белая, и розовая. Тоже очень красивая. Посмотрим. Ну, я же говорю, в начале февраля я все эти цветы занесу. Посев я начну в феврале месяце, где-то в середине. Вот первые будут, которые я занесу из теплицы в начале февраля. Ну, и дальше уже посмотрим. Овощи я высеваю, как всегда, в марте, не раньше. Здесь, как вы видите, это рассадные пакеты. Я их здесь уже помыла. В пачке по 10 штук сложила. В этом году мне не удалось пакеты помыть. Я их обычно в бочке мою, когда тепло. А в этом году не было вообще времени, поэтому мне пришлось мыть уже здесь, в помещении. Вот так я их складываю. Здесь около 200 штук. Пользуюсь я ими уже на протяжении 4 лет. Эти пакеты, они в идеальном состоянии. Есть дренажные отверстия. Эти пакеты по 0,9 литров. Здесь единственное, клей остается от надписи. По 0,9 литров. Четвертый год. Некоторым четвертый год, а некоторым будет уже пятый год. Они у меня уменьшаются. Они не рвутся, ничего с ними не случается. Они у меня уменьшаются. Знаете, из-за чего? Когда я рассаду отдаю или продаю, то рассада уходит вместе с пакетами, поэтому они у меня уменьшаются. Есть вот такие красные пакеты. Они по 0,5 литров. Я их использую для рассады тыкв, кабачков, огурцов. А вот эти пакеты по 0,9 литров. Они идут у меня для томатов, для перцев, для баклажан. Вот в таком виде они у меня хранятся. Чистые, отличные. Я эти рассадные пакеты очень люблю. Но теперь хочу вам еще показать, чем я сейчас занимаюсь. Этой зимой я увлеклась плетением горшков из искусственного ротанга. Это уличные горшки. И посмотрите, какая красота получается. Это горшок прозрачный. Это для орхидеи. У него есть большие дренажные отверстия. И вот такие ножки. Я специально их не оплетала. Будет стоять. Вот так их и не видно будет. Это горшок на 6,2 литра. Здесь по факту будет 6 литров, потому что я еще здесь бортики же оплетала. Вот так косичкой завершала. Хочу себе наплести. Именно сюда, в 6 литровый, я буду сажать пеларгонию. Вот такой. С таким бортиком есть. Здесь косичка я проплетала. Сюда подоны я не буду ставить, потому что они у меня будут на земле стоять. Потом еще сплела я вот такой горшок. Это ротанг винтажный дуб. А здесь вот такие тоже у меня волны. Рисунки можно любые. У меня пока самые простые. Но на вот этом, это ротанг шлифованный. Если вы вот посмотрите, он такой ворсистый. Это поднатуральный. Он более мягкий, чем допустим, вот этот обычный, не шлифованный. Поэтому здесь особо рисунки я не делала. Плохо держат рыхлые рисунки. То есть, если косичку я плела, она рыхла получалась. Поэтому здесь вот только волна, как эта цепочка, простые. Я люблю, когда рисунок держит ротанг. А здесь он плохо держит. Поэтому этот ротанг, он более жесткий, потому что он не шлифованный. И он идеально держит любой рисунок. Вот из него буду косичку плести на других горшках, или цепочку будет хорошо держать. Вот такой. Посмотрите, как красиво смотрится. Это горшки мои, пластмассовые, старые. Они уже не очень в хорошем виде были. Смотрите, я их оплела. Здесь дренажное отверстие. Буду стоять прямо на земле, без поддонов. Но есть еще способы плести, чтобы из ведер строительных, без отверстий. И тогда можно уже, допустим, сюда вставлять технически какой-то горшок. И чтобы, допустим, на веранде вода не выливалась со дна, вот такой. Еще один у меня. Здесь вот такой рисунок. Здесь три волны у меня. Смотрите. Мягкий ротанг вот из-за этого. А так на ощупь, конечно, издалека он вообще как натуральный смотрится. Разные формы. Это форма приглаженная, я пробовала. Она более, я плотное плетение делала. А этот, он, смотрите, такой как бочонок. Корзиночка такая. Я только пробую. На следующих горшках я буду плести ручки. На 12-литровых и 16-литровых горшках. Это 14-литровые горшки. Но по факту здесь, наверное, будет литров 12, потому что здесь у меня высокий бортик. Но я здесь так специально делала. Вот эти три горшка винтажного дуба, это поедет к моим родителям в подарок. Вот эти горшки я уже плету для себя. Для высадки по ларгоне в 6-литровые будет идеально. И хочу еще из 12-литровых еще два таких сплести, чтобы был комплект. Три маленьких будут выплетаться из светолобия и два крупных из 16-литровых горшки. Вот этим я сейчас занимаюсь. Это очень увлекательно. И хочу вам сейчас еще показать, какие же есть у меня еще цвета. У меня ведра приготовлены. Мне нужно еще купить тазик. Хочу связать лежанку для кошки, потому что у меня кошка в дом заходит. И чтобы она не спала где-то там, может, на диван прыгает иногда, или еще что-то, мы не позволяем ей. Чтобы она спала именно в этой лежанке. Это мне нужно таз купить и его оплести. Хочу вам показать еще емкости, с которых я буду плести следующие горшки. Это 12-литровое ведро. Оно уже подготовлено. Я срезала ручки, сделала отверстие вверху, на дне. И останется мне только его оплести. Еще сейчас я вам хочу показать, какие цвета ротанга у меня еще есть. Ну, это вся моя красота. Я вам снимать буду в коридоре, поэтому, может быть, цветопередача будет не стопроцентная, но постараюсь вам показать. Это, допустим, цвет березы на слоновой кости. Это шлифованный. Видите, он такой неровный, как рванный немножко, под имитацию натурального ротанга. А это тот же самый ротанг, березы на слоновой кости, только не шлифованный. Вот, сейчас я вам для сравнения. Может быть, вы увидите разницу. Гладкий, а это шершавый. Но не шлифованный, он более жестче. Плести с него, но он хорошо держит рисунки. И форму держит отлично. Мне он больше понравился в плетении, хотя для рук тяжеловат. Это цвет аквамарин, не шлифованный. Вот так он выглядит. Очень красивый цвет. Мне безумно он понравился. Это пруток. Грифель цвет. Кстати, я хочу его соединить вот с этим. Я думаю, что красивое сочетание. Посмотрите. Этот пруток пойдет на стойки, а это на лазу. И будет очень симпатично. Это пруток бежевый. Вот такой. Это вот как раз винтажный дуб, который я вам показывала. Изделие из него на трех горшках. Вот знаете, цвет у него такой интересный. Он играет. То есть на улице он по-другому смотрится. А при таком искусственном освещении по-другому. Это тоже винтажный дуб, только не шлифованный. Вот разница. Сейчас сфокусируется. Вот видите, поблескивает. Это не шлифованный. Более матовый, структурный, это шлифованный. Дальше. Белый ротанг. Это чисто белый, не шлифованный. Я, знаете, хочу с него пару горшков сплести. И хочу юбочку под елку сплести. Это когда, знаете, на крестовину внизу елки одевают юбку, чтобы красиво смотрелось. Вот посмотрю, или с этого сплету, или вот с этого, или с этого. Ну, в общем, посмотрим. Так, это цвет лобби. Тоже вы видели, вы его в изделии, не шлифованный. Красивый цвет. На изделии замечательно смотрится. Конечно, плетение, это очень увлекательный процесс. Мне очень понравилось. Так что, вот зимой я буду плести. Хочу и для себя наплести. Вот сейчас родителям отправлю эти три горшка. И сплету еще на заказ несколько горшков. А у меня, в принципе, на сегодня все. На следующей неделе мне придет посылка с семенами. Хочу вам сделать обзор, что я буду выращивать в следующем году. А я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok